Я ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог ее дал. Александр Сергеевич Пушкин Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы начинаем цикл передач историко-политологического характера, передачи, которые будут посвящены нашей молдавской истории, нашим связям историческим в прошлом с нашими соседями, друзьями, о трагических и славных страницах. Ну и, конечно, в обязательном порядке мы остановимся на вопросе о роли истории в обществе. Меня зовут Сергей Назария. Назария Сергея Михайлович, кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор кафедры международных отношений Государственного института международных отношений Молдовы, автор около 240 научных публикаций в Молдавии, России, Румынии, Украине, Белоруссии, Великобритании и Израиле. Я буду вести этот цикл передач. На сегодняшнюю первую передачу мы пригласили двух известных в Молдавии, не только в Молдавии, гостей. Это Валентин Анастасиевич Бенюк. Бенюк Валентин Анастасиевич, кандидат исторических наук, доктор политических наук, профессор, ректор Государственного института международных отношений Молдовы. С 2003 по 2005 год был министром просвещения Республики Молдова, занимался реформой исторического образования в республике. И Валерий Иванович Асталеб. Асталеб Валерий, директор института дипломатических политических исследований и вопросов безопасности, экс-вице-министр иностранных дел и евроинтеграции Республики Молдова. Здравствуйте. Вот перед тем, как предоставить вам слово, я буквально несколько слов хочу сказать о том, что, к сожалению, а может быть и к счастью, история, кроме того, что это научная дисциплина, хотя некоторые, в общем-то, и ставят под сомнение научность, но все-таки я уверен, что история это все-таки научная дисциплина. Так вот, история, в отличие от математики, физики, биологии и других точных наук, она имеет не только чисто научный характер, раскрывает и показывает законы исторического развития, освещает ход истории, но история имеет и такой воспитательный характер. И, например, история формирует граждан или, наоборот, в некоторых случаях не формирует граждан. В общем-то, история имеет и такой общественно-политический заряд, идейный заряд, и в ней истории не может существовать современного общества, не может существовать процесса формирования граждан нашего и любого другого государства. В этом контексте у меня есть к вам такой общий вопрос. Позвольте, я вам обоим его зачитаю. Когда-то кто-то из умных японцев сказал, что прошлого уже нет, а будущего может не быть. То есть, имеется в виду, что прошлое уже прошло, его изменить нельзя и повторить нельзя. Однако, если неправильно его освещать, то общество может не иметь будущего. И вот в этом контексте у меня такой вопрос к вам. В чем значение истории, с вашей точки зрения, для нашего молдавского общества и общества вообще? И почему фальсифицируется история вообще и молдавская история в частности? Валентин Анастасович, я предлагаю вам первому высказаться по этому поводу, тем более, что вы 10-12 лет назад были министром образования и непосредственно занимались еще и в должности министра, воспитательной политикой и в том числе и реформой исторического образования. Прошу вас. Ну, по поводу выражения, которое вы зачитали, то, что сказал знаменитый японец, мне трудно понимать... Может быть, даже и неизвестный японец. Ну, может быть. Но мне трудно понимать то, что вот история... То есть, прошлое и нет? Уже нет. Уже нет, да? Ну, я к чему? Я к тому, что прошлое всегда есть. Прошлое – это суть выражения любой биографии. Биографии государства, биографии какого-нибудь села, биографии человека, биографии какого-нибудь предмета и так далее. Прошлое всегда есть, если она даже не зафиксирована где-то в аналах каких-то, в книгах, в писаниях. Оно все равно есть. И в этом смысле человечество придумало вот такой предмет, как история, которая фиксирует то, что происходит. Но, к сожалению, в процессе фиксации история, сама история объективно, то, что происходит, от Бога данное, она вот не то, что фальсифицирует, но видоизменяется. Или искажается. 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 Но что угол зрения разных историков, разных людей на то, что произошло, он, естественно, разный. Но, значит, чума на тот, который сознательно фальсифицирует то, что произошло, наше прошлое. А почему это происходит? Ну, потому что это нечестно. Вот нас учили, что надо быть честным, надо быть благородным, надо быть открытым и так далее. Тот, который фальсифицирован, поступает плохо. Это нечестно. Понимаете как? Более того, история наука, отчасти, я считаю, что наш спор давний, вот, история все-таки наука с определенными, с определенными, значит, я высказываю это, с определенными резервами. Вот. Если это наука, горе тому ученому, который делает из науки не науку, фальсифицирует ее, то есть это в принципе плохо, в принципе плохо. Но хочу сказать, что история, история, она имеет и определенный металлогический заряд. Без этого никак, потому что история, как вы сказали, имеет воспитательную еще функцию. И формирование гражданина, в том числе, формируется через определенную дозированную металлогию. Дозированную, не огульную. В этом смысле создается какие-то образы, какие-то такие светлые ожидания, какие-то устремления в будущем. Ему нужно стремиться. Конечно. На примерах прошлых. На примерах прошлых. Но фальсифицировать нельзя. Вот, например... Нельзя, но это происходит. Но это происходит. Скажем, какую роль сыграли даки в историю... Формирования нашего народа, да? Ну, скажем так, в формировании руинского народа. Какую роль сыграли? В общем-то, мне кажется, никакую роль. Никакую роль. Но, тем не менее, это возвышается, это подается, это фильм, это книги, это... И народ, ну, в общем-то, чувствует свое великое прошлое. И какую-то гордость. Строго научно, почти, ну, трудно найти какие-то, какую-то преемственность между даками и румынским народом. Или, скажем, роль Мегаевитяза. Говорят, что Мегаевитяз создал, ну, большую румынию впервые и так далее. Ну, он не создавал никакой румынию. Да, это так. Это просто завоевание тогда и родственные народы, и все народы Европы, в общем-то, завоевывали друг друга. И все были родственниками, но завоевывали друг друга. И это не означало никак создание какой-то самой, или возникновение какой-то нации. Понимаете, нации в современном понимании этого слова возникают, возникают они намного позже. Восемнадцатом, девятнадцатом веке. Восемнадцатый век, да. Ну, это тот век, который возникает, то, что мы называем нацией. Спасибо, Валентин Анатольевич. Валентин Иванович, Вы как считаете, вот почему все-таки у нас, и не только у нас, фальсифицируется история? И в чем значение истории, как общественной дисциплины? К сожалению, жизнь любого человека, она ограниченного времени, очень коротка. И за эту короткую жизнь любой человек, как правило, если мы сейчас не лицемерим, совершает как положительные поступки, так и отрицательные. Он называется опытом. Вот этот отрицательный опыт, за который иногда бывает стыдно, который включает в себя не совсем моральные поступки, какие-то весьма позорные. Большинство из нас, ну, предпочитают, мягко говоря, об этом умалчивать. И уж точно об этом не рассказывают. Но есть еще и очень много людей, которые об этом врут и заменяют позорную деятельность своей жизни на так называемую героическую. Это я определил такой бытовой уровень. Но много людей в массе своей и определяют общество, в каких-то местах нацию, общество, государство. Которые постоянно стремятся, естественно, придавать своей общности определенные положительные оттенки для того, чтобы героизировать. Не такие уж и мои неплохие. Но те же, чтобы не говорить постоянно только о наших соседях, хотя Румыния, например, постоянно забывает о своих военных героических поступках. Она предпочитает забывать, как она себя вела во время так называемых военных действий, за кого и что случалось в конце. Каждый раз она занималась тем, что в военном сленге называется «перебежчиком». И что является не совсем героическим и доблестным поступком. Но румынские историки же об этом писать не будут. Поэтому в случае с... Правда, Валерий Иванович, я хочу сказать, что некоторые румынские историки об этом все-таки пишут. Но большинство, здесь вы правы... Мы говорим о массе. И официальная румынская историография, конечно, пытается преподносить свое прошлое в искаженном виде, в более славном... Более того, это касается практически любого общества, любого государства. Нужно признать, что в случае с Молдавией, конкретно я говорю о моем молдавском народе, ситуация еще более позорная, чем даже в Румынии. Потому что мы на уровне государства, на уровне общества за столько лет не созрели. Это что для того, чтобы ее искажать? Мы в массе своей, я сейчас говорю об общей тенденции, вообще докатились до того, что учим своих детей истории. Истории, я сейчас умолчу о качестве даже той истории, но мы учим истории совершенно другого государства, которого к нам, к молдавскому народу, имеет посредственные отношения, и не больше, и не меньше, чем другие народы. То есть, с таким же успехом мы могли бы изучать историю Украины, историю турков. Кстати, историю турков еще было бы более рационально нам изучать, по-моему. Я уж не говорю про историю России. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Вот в контексте того, что вы говорили, вы мне напомнили одну мысль, одного классика, сказанного когда-то, что если бы геометрические аксиомы задевали бы интересы людей, они бы опровергались. Совершенно верно. Вот вы об этом, вы в последнем смысле это имели в виду, что история задевает интересы людей, наши прошлые не всегда хорошие поступки, поэтому мы пытаемся их опровергать, искажать и представлять все это в выгодном свете. Уважаемые телезрители, теперь мы сделаем небольшую паузу на рекламу. Уважаемые коллеги, у меня к вам будет очередной вопрос. Вот какую вы, каждый из вас, историю Молдовы, для нашей страны, Молдавии, считаете отечественной или национальной? Историю Молдовы или историю Румын? И объясните, почему. И какую историю необходимо преподавать в молдавской школе? Все-таки историю Молдовы или историю Румын? Вот перед тем, как вы ответите на данный вопрос, я хочу вам напомнить, что по многим проведенным социологическим опросам, более двух третей наших сограждан, это бездревобережье, считают, выступают категорически за преподавание истории Молдовы в школе, это более двух третей, и не более 10% выступают за преподавание истории Румын. Ну и какая-то еще часть людей не определилась. Вот, Валерий Анастасович. В Молдове, да? В Молдове, да. Радует за это. Ну, во-первых, в общем-то история, это такая интересная штука, и она должна изучаться в школе в обязательном порядке, потому что сам по себе предмет очень интересный. Вот, когда тебе рассказывают о ком-то, каких-то странах людей, групп людей, этносов, национальностей и так далее, это очень интересно. Даже тот, который мне посвящал свою жизнь и истории. Сам по себе предмет, повторяюсь, очень интересный. Поэтому изучать его в школе, это необходимо, необходимо. Но, понимаете, я вообще придерживаюсь концепции, что в школе должна изучаться история. Не история, не история этническая, не история этого государства, другого государства, конкретного государства, а должна изучаться история. Валерий Анастасович, извините, вот я вас прерву. Я тоже сторонник, так называемый, интегрированного курса истории, как и вы. Но в данном случае в рамках интегрированного курса все-таки изучается и отечественная история. И вот какая история, по вашему мнению, вы считаете ее отечественной? Наша молдавская или наша румынская? Нет, я понимаю вопрос, поэтому продолжаю. Что, значит, должна изучаться история. Почему? Потому что это предмет научного исследования. Это, кроме того, что он очень интересный, как и химия, как и физика, как и биология и так далее. Это целостный такой предмет изучения и преподавания в том числе. Но в рамках истории изучаются разные куски, скажем так грубо, исторических предметов. Скажем, этническая история вообще, история городов, история развития экономики, история развития права, история, я не знаю, войн, политическая история. Ну, все, что включает историю. Что касается, значит, истории государства. История государства для Республики Молдова должно быть историей Молдовы, потому что она уже состоялась как государство. Почему? Потому что в рамках этой истории, которая прибудается в школе, должна быть часть, добрая часть, я не знаю, половина, или сколько там методологически правильно все это ранжировать, вот, должно быть история Молдовы. Почему? Потому что она играет еще и роль воспитателя, формированием гражданина. А без гражданина, как говорил в одной из передач господин Асталин, без гражданина нет ни зарплаты, ни пенсии, ни развития экономики, ни хорошее руководство, мы говорим, патриотическое, для народа, для своего народа. Ничего нету. Не формируется просто руководство вот так, из людей. Другими словами, вы утверждаете, что именно в процессе исторического воспитания и образования формируется гражданственность у людей. Безусловно. И это абсолютно необходимо. Не прихоть какого-то начальника, президента, или там Бенюка, Назари и еще каких-то граждан. Это не прихоть. Это абсолютная необходимость. Понимаете? Если мы хотим еще находиться, еще, как говорится, пару десяток лет в таком подвешенном состоянии, то должно быть, вот как есть. То есть изучать другую историю. Это не абсолютно другая история, но историю другого государства. Понимаете как? И мы еще в этом состоянии можем пребывать, не формировать своих граждан и в подвешенном состоянии ждать. Пенсии, зарплат, хороших граждан, хорошее состояние улиц, хорошее состояние городов и безопасность. И безопасность, потому что, понимаете как? Вот как формировать человека? Не убей, не оскорбляй, не оценивай. Что происходит на улицах? На улицах происходит то, что делают люди без родины, люди без воспитания, люди без того, чтобы думать, боже мой, а мои дети, как они себя поведут? То же, как и я? Нет, так нельзя быть. Мы должны быть патриотами. В этом смысле мы должны быть патриотами нашего города, села, страны. В этом контексте вы мне напомнили слова Пушкина. Я их, правда, заранее заготовил и хочу их засчитать. Вот Александр Сергеевич Пушкин, который тоже побывал на нашей земле, он когда-то сказал следующее. «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя, но клянусь честью ни за что на свете не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог ее дал». Валерий Иванович, вы все-таки человек помоложе, и в конце вашего школьного обучения, года два, может быть, и больше, вы прошли через курс истории румын. Вот как вы ответите на этот вопрос? Какая все-таки история должна изучаться в наших школах? Почему именно эта история? И, в общем-то, какая история для нас, для молдован, для граждан Молдовы является отечественной? Я отвечаю на ваш вопрос. Не могу не развить тему, которую господин Бенюк поднял. Я вообще считаю, что я заканчивал советскую школу. Я там учился 90% времени. Я учился в первой школе. Это была советская школа. И лишь 92-й год, так сказать, перехода Советского Союза к Молдове. Естественно, никакого обучения в этом 92-м году, в прямом смысле слова, там не было. Появились какие-то... Но как минимум формально уже изучал... Я объясняю. Я не называю это изучением. Появились какие-то бумажки, которые были мне абсолютно чужды, как человеку. Потому что я сейчас продолжу, у нас с господином Бенюка. Потому что первая советская школа, в которой я учился, и имел честь учиться, она воспитывала гражданина, в прямом смысле слова. Мы же не изучаем сейчас или когда-либо в школе архитектуру или, например, методологию добывания нефти и газа. Хотя могли бы, да. Есть курсы и предметы, которые имеют своей целью определенную задачу. Господин Бенюк, с моей точки зрения, очень правильно объяснил, в чем эта задача, в чем суть. Для чего мы изучаем историю, а не концентрируемся на ядерной физике, например, учить детей. Потому что школа – это первый этап создания личности и создания гражданина. То есть частицы общества, у которого должно быть свое мировоззрение, свой взгляд и обязательно свое понимание процесса. В этом смысле странно бы выглядело, наш телезритель, надеюсь, согласятся, что в Германии изучали бы как основной предмет историю французов. Чуть-чуть абсурдно. И для нас, и для немцев тем более. Но в нашей конкретно стране именно это и происходит. Наши дети, будущие граждане нашей страны изучают историю другой нации, которая, повторюсь, имеет... К чему это приводит и к чему может привести в конфликцию? Вы совершенно верно задаете вопрос. Это означает, во-первых, что мы как общество деградировали настолько, что не понимаем, к чему это приводит. У меня есть семилетний сын, и в этом году у меня серьезно, абсолютно серьезно, стала огромная проблема найти учебное заведение в Молдавии, которое бы воспитывало молдавского гражданина. Я к этому подхожу рационально. То есть, которое бы создавало не гражданина другого государства, которое бы не обучало, с моей точки зрения, чуждым для будущих его интересов и созданию каких-то псевдо, каких-то ценностей, которые нам не специфичны. И вы, наверное, понимаете, что это очень серьезная проблема. Я практически еле-еле могу сказать, что, на всяком случае, сейчас пытаюсь понять, правильно ли я решил. В этом контексте, о чем вы говорите, Валерий Иванович, опять-таки, делая ссылку на слова Пушкина о нежелании переменить отечество, по-моему, вот этот курс истории румын и преследует цель для нашего молодого поколения переменить в их сознании отечество. Это очевидно. С молдавского на румын. Это очевидно, потому что то, что они изучают, я как-то пытался понять. Естественно, я тоже интересуюсь историей и читаю какие-то книги. Я не вижу связи между тем, что изучают дети и процессом создания молдавского гражданина. Это разные вещи. Я бы видел на очень серьезном уровне, если бы мы дошли до уровня Израиля, как интеллект, сегодня это выглядит абсурдно, мы могли бы изучать в школах как часть, вот то, что господин Бенюк говорил абсолютно правильно, как часть общей истории, маленький краткий курс истории румын, истории Украины, историю Турции, историю России, так как это соседи, и мы должны понимать их психологию, психотип, через что они проходили, как с ними дальше, так сказать, развивать свои отношения. Можно было бы включить такие мини-курсы, да, и все в общих чертах. А то, что сейчас у нас происходит, я буду очень краток, потому что мы все прекрасно понимаем, что из-за кучки инфантильных политиков, которые не имеют ничего общего с интересами нашего государства, и намного проще покупать и брать, просто даже не покупать, продаваться, и брать готовый курс, подготовленный специально для нас, ведь этот курс же больше нигде не преподается. И в Румыне в том числе. Конечно, это специально подготовленный курс, который имеет четкую цель уничтожение молдавского самосознания и государства. И как следствие молдавского государства. Конечно. Присоединение Молдавии к Румыне. И это очень четко, и это очевидно, тут не надо быть особо аналитиком. В этом контексте, уважаемые коллеги, вот мы с Валентином Стасичем долгие годы, начиная с 2003, примерно по 2006-2007 годы, общались с экспертами Совета Европы, они к нам приезжали, наши историки ездили в Страсбург, в Германию, для консультаций, семинаров, о том, как необходимо изменить преподавание истории в Молдавской школе. На примерах того, что происходит в современных европейских странах. И вот были и румынские эксперты, так вот они в один голос признавали, что когда в 90-м году после свержения Чаушеску в Румынии ввели курс истории румын, это было большой ошибкой. И в 2000 году румыны отказались от курса истории румын. Но у нас он все-таки и до сих пор преподавается. И в этом плане, опять-таки, хотелось бы вас спросить, вот почему мы не берем пример с европейских стран, хотя мы ориентируемся на уровне декларации на Европу. Даже вот с Румынией не берем пример. И более того, я вам еще один момент подскажу, уважаемые телезрители, что единственный раз, когда преподавалась этническая история какого-то народа, это была история арийского народа в Гитлеровском рейхе. Я не думаю, что это тот пример, которым мы должны следовать. Сегодня, правда, тоже есть один пример единственный в мире преподавания этнической истории в качестве государственной политики в школе. Это история албанского народа в Косово, в своем произвошенном и многими странами мира не признанном государстве Косово. Я думаю, для нас это тоже не самый лучший пример. С понятной целью, почему этот курс там преподается. Как вы считаете в этом смысле? Почему у нас все-таки продолжают преподавать историю Румыни? Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, в общем-то, этот вопрос, вопрос преподавания истории, формирования гражданина, это большой политический вопрос и политической воли. Но, к сожалению, наши политики, я не говорю о всех, но те, которые решают эти вопросы, являются, в общем-то, недостаточно образованными, чтобы быть самостоятельны в своих умозаключениях. Понимаете? Они боятся. А кто-то скажет, что я какой-то глупый человек, что говорю об истории Молдовы. Вот политик, они серьезные. Понимаете? Александр Александрович, а может, они не самостоятельны, как политики? Может, они выполняют чужой заказ? Я беру вот строго по... Ну, что человек, если немножко знаком с историей, у него появляется вот воля к тому, чтобы самому подумать. Выгодно, не выгодно. Ну, что политик тут должен... Выгодно для моей страны, не выгодно для моей страны. Понимаете? Так. А иметь гражданина, формировать гражданина, не то, что выгодно, абсолютно необходим. Жизненно необходим. Я с вами полностью, на 100% согласен, но по моему мнению, может быть, вы со мной и согласитесь, но по моему мнению, наши политики не просто не понимают, потому что некоторые, как вы, правы, не понимают, а некоторые, мне кажется, очень хорошо понимают, но выполняют не волю своего народа, работают не на поле национально-государственных интересов молдавского народа и молдавского фраза, а выполняют волю румынской политики. Вот смотри, Сергей Милович, значит, кому они подыгрывают? Они подыгрывают периоду Чаушеску. Вот, как вы говорили, в 50-е, начало 50-х годов и до 2000-го года вот сформировалась вот своеобразная история, этот предмет, история румын, она очень своеобразная, с мощным зарядом, как это называется, с мощным диктаторским и тоталитарным зарядом. Понимаете? Чаушеску был умным человеком. И этнократическим. Этнократический тоталитаризм. Ну, и этнократическим. Чаушеску, в общем-то, он прославлял прошлое, как говорится, перекидывая это прошлое на настоящее, на себя, на свой режим, и так далее, и так далее. Формируя тех патриотов, ура-патриотов, ультра-патриотов, которые просто, ну, в конце концов, на него молились, но в конце концов его же все это и убило. Понимаете? И мы молимся вот этой истории, истории вот этого периода и те политики, которые не понимают это, должны понимать, что они молятся истории румын, сформированные в период диктатора Чаушеску. А те, которые, как говорится, работают на других государствах, ну что, ребят, есть другие органы, они должны заниматься этим вопросом. Спасибо. Вот, Валерий Иванович, как Вы считаете, на что мы должны ориентироваться в преподавании истории? В одном известном советском фильме есть фраза «Я вам сейчас скажу одну умную вещь, только вы не обижайтесь». Обижайтесь. Только ты не обижайся. Но я на более вежливую форму перешел. В дополнение к тому, что мой коллега говорил про политиков, я не хочу снимать ответственность с нас всех. Мы – это общество. Государство – это мы. И политики, они к нам не с Луны прилетают. И вот этот заказ общества на то, какие политики нам нужны и что они должны делать, это не должно быть раз в четыре года на основе того, кто чаще появляется в телевизоре и что-то там из-за бредни в очередной раз рассказывает. А мы должны, как общество, осознавать, что мы, те, кто их выбираем, обязаны, во-первых, думать перед тем, как избирать, а во-вторых, заказывать им программу действий. И если мы хотим, чтобы наши дети развивались в своем собственном государстве, со своим взглядом и были равноценными, полноценными гражданами, мы обязаны об этом говорить, не стесняться, требовать и защищать. А ведут себя эти политики, от которых зависит, какую историю преподавать, каким образом, они себя ведут так, потому что они нас с вами, я говорю, общество, не боятся, не уважают и не считают нужным с нами считаться. Из-за этого виноваты мы. Абсолютно. Поэтому отвечая на ваш вопрос, я не могу не признать, что сколько их там этих политиков? 5-7? А у нас 4 миллиона. Ну, давайте сравним логически, кто там сильнее и кого больше. Но мы позволяем себе. Так вот, на более масштабном уровне, почему я сказал, что это очень неприятно, в этом кроется, на мой взгляд, и причина многих неудач молдавского народа на протяжении нашей истории. Потому что, помимо слабных моментов, вот есть и такие, потому что история-то сегодня. Мы с вами сейчас живем в такое время, о котором, я надеюсь, через определенное время, через 10-20 лет, люди будут писать и тоже описывать, как мы с вами задумываемся, что было в 92-м году, в 89-м, что было в 40-м, в 45-м и так далее. То же самое, о нынешнем времени будут задумываться, и я боюсь, что следующее поколение по праву будет спрашивать, они что, вообще были лишены серого вещества, как бы так, да? Потому что я надеюсь, что мы все-таки поменяем ситуацию, и люди начнут изучать не только свою историю, так сказать, создавая свое будущее. В этом контексте, уважаемый Валерий Иванович и уважаемый Валентин Асташ, лауреат Нобелевской премии по литературе Томас Стернс Эллиот, он писал на английском языке. Вот в контексте того, о чем вы говорите, он сделал следующее заявление. Реальное будущее может быть построено только на основе реального прошлого. Мне кажется, очень важно сказать, как вы считаете, вот как вы к этому относитесь, насколько история и изучение истории, правильной или сфальсифицированной истории, влияет на формирование нашего будущего. Слушайте, ну, в общем-то, реальное прошлое не бывает. В наших писаниях, вот то, что вы пишете, я пишу, Господин Асталев, другие и так далее. Ну, нет реального прошлого. Это конструкция. И надо иметь совесть и чувство достаточного, чтобы максимально приблизиться к этой реальности, как оно было, понимаете? И конструкт исторический должен быть максимально приближен к тому, что было. А когда откровенно фальсифицируется, ради какой-то цели, да, ради каких-то политических целей? Это преступление. Это преступление перед гражданами, это преступление перед людьми и так далее. Нельзя фальсифицировать. Это нехорошо. Как нельзя убивать, как нельзя красть, воровать. В общем, в каком-то смысле вот смена ментального кода ведет к смерти государственного организма. Да, и человека в том числе. Понимаете, что такое фальсифицировать? Кстати, у нас фальсифицируют и воруют, господа. Не только параллельно, идет все параллельно, но и воруют. И это очень близко, и это очень близко к тому, и это приводит к тому, что человек деградирует, общество деградирует. А деградация это исчезновение. Исчезновение. Не трансформация, а исчезновение и трансформация в нечто такое, которое, является ненормальным. Спасибо, Валентин Анатольевич. Уважаемые телезрители, мы перед тем, как предоставить слово Валерию Ивановичу, уйдем на короткую рекламную паузу, через несколько минут вернемся в нашу студию. Уважаемые телезрители, предоставим слово уважаемому Валерию Ивановичу. Опять же, в развитии темы древние умные люди говорили, носки типсом, познай себя. В первую очередь нужно знать, какие у тебя слабости, сильные стороны, тогда можно развиваться. Мы, когда идем к врачу, мы хотим точно узнать, в каком мы положении. И точно не хотим, чтобы аппаратура или врач нам врал. Да, это верно. Мы не хотим этого. Даже если правда горькая, мы хотим ее сказать. Естественно, для этого мы обращаемся, чтобы дальше можно было принимать какие-то решения, может быть, что-то исправлять. Но мы хотим жить, мы хотим развиваться, и это нормально. Но, если мы не знаем диагноз, и те ошибки, которые мы до этого делали, ведь жизнь, история, это небольшой секрет, что она повторяется. И, как правило, через уже буквально одно поколение люди делают практически одно и то же. Валерий Иванович, вот в этом контексте, о чем вы говорите, когда-то известный римский деятель Цицерон заявил, что история есть магистровиты, то есть история есть учитель жизни. А другой умный человек лет 150 тому назад, русский историк Лучес, сказал, что история, к сожалению, ничему не учит, но зато жестоко наказывает, если мы не выучили ее уроки. И есть очень сложный процесс в этой жизни, он называется определение истины. Это очень сложный и глубоко философский процесс, потому что истина это понятие объективное, а мы-то с вами существа субъективные. Получается, нонсис, когда субъективное пытается определить объективное, но к истории это имеет прямое отношение, потому что не изучать ее или игнорировать, или еще хуже, как в нашем случае, вообще идти совершенно в другую сторону и вообще даже этим не интересоваться, это означает, что ты не понимаешь, а, откуда это все, ты не понимаешь, для чего, это означает, куда стремишься, что делать, и лишь для маленькой группы людей, которые индивидуально в нашем случае этим интересуются, потому что системы государственной нет, открываются более чем любопытные вещи. Оказывается, это все уже было, оказывается, это мы уже проходили, и, зная это, оказывается, это уже можно было бы избежать. поэтому о роли преподавания истории для развития молдавского государства, но это один из ключевых вопросов молдавской безопасности, потому что, уважаемые телезрители, ни Россия, ни Украина, ни Румыния, ни Европейский Союз никуда не денутся. И те противоречия, которые существуют между этими государствами, экономически, геополитически, они были, есть и будут. И мы обязаны в этом всем разбираться для того, чтобы наши дети не повторяли ошибок наших родителей и те, которые совершаем мы сегодня. И если этому не учить, не преподавать, мы просто обрекаем наших детей и следующие поколения на, мягко говоря, те же глупости. На самом деле, мы создаем еще больше проблем безопасности, поэтому адекватное изучение молдавского государства и наших соседей как спецкурс, ну, с моей точки зрения, это один из приоритетов развития нормального, сильного молдавского государства. Спасибо, Валерий Иванович. И вот из контекста того, что вы говорили, как бы вытекает очередной вопрос. А вот каково будущее нашего государства в контексте современной политики и в контексте изучения той истории, которую мы изучаем или должны изучать? Знаете, я вот думаю о том, насколько грубо у нас топчет один из законов исторического развития закон преемственности. Понимаете? Он все-таки соблюдаем мы или не соблюдаем его, берем его в расчет или нет, но этот закон работает и как бы говорить и через историю наказывает. Что я имею в виду? Вот те аргументы, которые приводят наши отечественные историки в пользу историю румын, а не в пользу истории Молдовы. То, что Молдова как государство вот Междуречие, да, ну, не только Междуречие, но Молдова, сегодняшняя республика Молдова возникает с нуля в 90-х, начало 90-х годов. Все, и вся наша биография. Нет, ребята, это означает, что игнорируется закон исторической преемственности, потому что все, что произошло на этой территории, является историей. И все это исследуется. Вот, мы часть Запрутской Молдовы, да, мы часть Запрутской Молдовы. Когда-то мы были, недавно, были, значит, целостное государство в Европе. Ну, были времена, когда мы походили на протогосударство, но тем не менее, государство это коренное слово. Вот. А сейчас, дескать, мы, вот, нас оторвали, история такова, как она есть. Вот, кто-то из ваших зачитанных авторов, история такова, какова она есть. Такой линейной, экспериментальной, чистой, красивой, розовой истории в Европе и вообще в мире нету. Государства завоевывали друг друга постоянно. все это приводилось к большим трансформациям, к этническим трансформациям, национальным трансформациям, государственным трансформациям, ментальным трансформациям, и так далее. Все это продолжает. Но все, что в конечном итоге выходило, большие, маленькие государства, не имеет значения никакого цена, много Монолингвистические, полилигвистические, полинациональные, мононациональные, по сути дела в Европе ни одного государства и с трудом в мире можно называть. За исключением, может быть, там Япония и то. И то. Поэтому законоприевственность в каком? Мы есть, значит мы имеем историю. Не было бы нас, не было бы ни истории, не было бы ни этой продолжения. Очень витиеватой, но история не бывает, линейной. Спасибо, Валентин Анатольевич, очень, по-моему, убедительно, для меня как минимум. Валерий Иванович, вот в контексте данного вопроса продолжение изучения того, в кавычках изучения той истории лживой, с моей точки зрения, которую мы изучаем, может привести к смене Отечества? И в этом смысле, каковы перспективы нашего государства и нашего народа? Безусловно, то, что мы позволяем изучать абсолютно ирелевантную для нас историю и таким образом наносим ущерб будущим поколениям, которые не понимают реальных процессов, а значит мы их уводим вполне осознанно на другую дорожку. Ну, естественно, не просто ошибочную, но и опасную. Конечно же, в перспективе это часть тех угроз, которые нам угрожают. Во-первых, эти люди понимают намного меньше, чем должны были бы понимать. У них очень узкое мышление в таком случае, если человек изучает... Вы имеете в виду тех людей, которые определяют государственную политику сейчас? Нет, я имею в виду тех людей, которые изучают в школе сегодня... Вы имеете в виду наших детей? Совершенно верно. Будущих граждан наших. Совершенно верно. Я их имею в виду, когда они изучают... Уважаемые телезрители, чтобы было понятно. Представьте себе, что вот к любому из вас я сегодня подхожу и говорю, вот это не ваша мама. Ну, естественно, возойдет вопрос, что это абсурд, так как вы точно знаете. Но я буду настаивать, что это не ваша мама. Вас зовут не так, как вас зовут. И где-то полчаса буду вам рассказывать с научной точки зрения, почему это так. А теперь представьте, что 100 человек придут к вам и будут вам так морочить голову. Вот примерно это сегодня происходит. Единственная разница, что вы, скорее всего, со мной долго разговаривать не будете. Надеюсь, поступите, как нужно поступать в таких случаях. Так вот мы, как государство, так не поступаем. Несмотря что нашим детям уже 20 лет практически рассказывают полную чушь, которая не имеет отношения, повторюсь, к нашему ни государству, ни нашим интересам, но мы продолжаем это терпеть. И в этом самая главная проблема. А результаты, собственно, ваш вопрос, мы уже видим. Потому что сегодня уже есть целое поколение, которое, если мы с вами спросим об элементарном... Два года назад по приглашению института у нас был русский историк известный Леонид Млечин. Я был на этой встрече. Я не помню, если... В гостинице Кодру, по-моему. Да. Но вот мне удалось получить встречу с нашими будущими историками в пединституте, люди 4-го курса. И Млечин, значит, задал при мне несколько элементарных вопросов по поводу 40-го года, по поводу Прибалтики. Какие процессы происходили, что такое Риббентроп-Молотов, и какова была реакция Балтийских стран, Румынии на известный ультиматум? Он задал элементарные, ничего не сказал, не высказывал свою точку зрения. Он задавал элементарные вопросы, которые, с моей точки зрения, должен знать ребенок, которому 10 лет уже. В 10-12 лет в советской школе я уже изучал то, о чем будущие преподаватели на тот момент, это студенты 4-го курса, означает, что они сейчас преподают нашим детям. Они ничего не знали. Не то, что они знали ошибочно, они знали плохо, они просто этого не знали. Борис Вячеславович, в этом смысле я хочу подтвердить правоту Ваших слов. Я лет 10 работал на историческом факультете пединститута, и один лишь год на третьем курсе я вел так называемый специализированный семинар по 18-му году в Молдавии, 1918 года. И, естественно, предполагалось, что у студентов уже есть определенный багаж знаний, когда они приходят на этот семинар. Но эти знания были, во-первых, очень ограничены, очень однобоки, и когда я им рассказывал о том, как происходили события, они говорили, что мы впервые от Вас это слышим. То есть в значительной степени, конечно, происходит с моей точки зрения осознанная дезинформация, дезинформирование нашего молодого поколения с целью, опять-таки, с моей точки зрения, исказить вот этот ментальный код для того, чтобы сменить Отечество. И кроме того, понимаете, у нас история как преподается? История преподается в утвердительном таком смысле, как Библия. То есть вот то-то, 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 точка. Ну, как Вы сказали, в тоталитарном таком. Нет, ну, несколько вот... Ну, и методика тоже тоталитарная. Вот это истина, и все. Описательно-утвердительном характере. И история должна быть вообще мыслящей. Конечно, конечно. История должна быть... Ставить вопросы, конечно. Дать возможность человеку, в общем-то, мыслить. Анализировать, сравнивать. Анализировать, сравнивать. Обратив себя, обратив свой взор в прошлое, вот, и вытащив какие-то там, значит, феномены, процессы, события и так далее, и так далее, оно должно тебе дать возможность ориентироваться сегодня. Вот сегодня, как поступать? Как поступать? То есть мыслящая история, это еще такая терра инкогнито не только для студентов и школьников, но и для преподавателей. Валентин Анатольевич, но если люди хотят сменить ментальный код будущим поколениям, нынешним, будущим поколениям, то, наверное, их цель состоит в том, чтобы не воспитать думающих и мыслящих критически людей. Поэтому то, что вы сейчас предлагаете, это так, как должно быть, но, к сожалению, у нас этого нет. Вы знаете, что наши ученики, я уже знаю по своему опыту, не любят историю в школе, ужасно ненавидят историю. Почему? Потому что она вот как Библия преподается. Это неинтересно, очень схоластически. Надо преподавать так, чтобы у тебя заиграла мысль. Понимаете как? Да. Уважаемые коллеги, к сожалению, время нашей передачи приближается к финишу. Я думаю, что мы не в первый, но не в последний раз в этой студии. Возможно, и в другом составе мы тут будем. И мы продолжим вот начатую тематику. У нас будет еще много передач. Мы будем говорить и об общественном значимости истории, как дисциплины. И будем анализировать разные исторические события из прошлого. Но сегодня мы, наверное, вот примерно на этом прервемся. И я хочу подарить каждому из вас по комплекту книжек по истории Молдавии. Эта работа двухтомная была издана в этом году авторским коллективом. Это научно-популярная версия нашей молдавской истории. Издана она была на двух языках. Но я вам ее дарю на молдавском языке, потому что вы оба молдаване и оба свободно читаете по молдавски. Валентина Анатольевна, с огромным вам лично уважением. Валерий Иванович, с вам тоже с очень большим уважением. Уважаемые телезрители, на этом мы сегодня заканчиваем. Мы желаем вам всего наилучшего и будем надеяться, что вы будете и в дальнейшем смотреть наши передачи. Спасибо. Почему сейчас многие политики там историки пытаются как-то филосифицировать, что-то изменить? Ну это их на их интересах, потому. Почему? Почему? Там же деньги и политика, это же вместе ходят. Полицейские хотят улучшить историю, потому что они не учат историю, но они не знают, что они не знают историю для нас. Все кто интересует на нас, лично. Они интересуют. Они интересуют. Промываются мозги, а как говорил Адольф Гитлер, рыбы не знают свои истории. Как вы думаете о Молдове? Какая история? История Молдовы или история румынцев? История Молдовы, потому что, во-первых, Молдовия у нас, именно Молдовия, она произошла раньше, чем Румыния. Кратко, история Молдовы, потому что история Сыриннадская, а мабуть, что она трекута партия. Румыния, Румыния, да. В Молдовии подходит самая лучшая молдавская история, а не румынская. Кларк, история Молдовы. Ну, мы Молдова крикну Румыния. Почитайте, что нужно преподавать? История Молдовы или, может быть, история румынцев? Не обязательно углубляться в историю чисто национальную. Нужно брать общую историю. История румынцев, румыния, а румыния, а молдовиняя, парк, уноша, чеешь. История Молдовы интересен, история румыния, но ничего партия не мы пентру Молдова, ну и. Хорошо знать две истории. Это был самый хороший вариант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова